Алгоритм сложения и вычитания трёхзначных чисел Мы закрепим знание алгоритма сложения и вычитания трёхзначных чисел Будем определять закономерность в последовательности чисел до тысячи Начнём урок с повторения разрядных слагаемых Задание номер 1 на странице 31 Надо прочитать числа и записать их в виде суммы разрядных слагаемых 689 – это 680 и 9 698 – это 690 и 8 869 – это 860 и 9 896 – это 890 и 6 966 – это 960 и 8 986 – это 986 Теперь обратите внимание на таблицу По ней надо объяснить алгоритм сложения и вычитания трёхзначных чисел К числу 757 прибавить 243 Единицы складываем с единицами К 7 единицам прибавить 3 единицы Получим 10 единиц 0 подписываем под единицами 1 десяток записываем над десятками Переходим к десятками Переходим к десяткам К пяти десяткам прибавляем 4 десятка Получаем 9 десятков Ещё один десяток, который мы записали над десятками Получаем 10 десятков 0 подписываем под десятками 1 сотню записываем над сотнями Переходим к сотням К 7 сотням прибавить 2 сотни Получится 9 сотен Ещё одна сотня, которую мы записали над сотнями Получаем 10 сотен 0 подписываем под сотнями Одну тысячу записываем слева от сотен Читаем ответ Тысяча Из тысячи вычесть 243 Единицы вычитаем из единиц Из нуля вычесть 3 мы не можем Так как в числе тысячи Так как в числе тысяча в разряде десятков и сотен 0 занимаем у тысячи Одну тысячу раскладываем на 9 сотен 9 десятков и 1 десяток Вычитаем Из десяти единиц вычесть 3 единицы Получаем 7 единиц Подписываем под единицами Переходим к десяткам Из девяти десятков вычесть 4 десятка Получаем 5 десятков Подписываем под десятками Переходим к сотням Из девяти сотен вычесть 2 сотни Получаем 7 сотен Подписываем под сотнями Читаем ответ 757 Выражение из номера 3 на странице 31 Вы выполните самостоятельно после урока Сегодня, ребята, мы научимся определять закономерность построения числовых рядов Обратите внимание на задание номер 5 на странице 32 В первом ряду числа 254, 250, 246 Как получается каждое следующее число? Каждое следующее число получается при выполнении какого-либо арифметического действия Выполним вычисления, чтобы записать числовые ряды Шаг 1 Узнать разницу между двумя рядом стоящими числами Из двухсот пятидесяти четырех вычесть 250 Получится 4 Шаг 2 Определить правило построения ряда Каждое следующее число на четыре меньше предыдущего Шаг 3 Проверить это правило на другой паре чисел Из двухсот пятидесяти вычесть 246 Получится 4 Правило подтвердилось Шаг 4 Шаг 4 Шаг 4 Определить следующее число в ряду, используя это правило Из двухсот сорока шести вычесть 4 Получится 242 Следующее число Из двухсот сорока двух вычесть 4 Получится 238 Из двухсот тридцати восьми вычесть 4 Получится 234 Мы определили закономерность первого ряда И дописали недостающие числа Оставшиеся закономерности определите самостоятельно А мы переходим к решению задачи на странице 32 номер 6 Часть А В городском парке растет 230 тополей А карагачей на 125 больше Сколько всего деревьев растет в парке? Сколько тополей растет в парке? 230 Что нам известно о карагачах? Что их на 125 деревьев больше Вопрос задачи Сколько всего деревьев растет в парке? Что мы найдем первым действием? Сколько карагачей? Так как их на 125 больше Значит, надо к числу 230 прибавить 125 Получаем 355 деревьев Это карагачи Следующим действием мы ответим на главный вопрос задачи Чтобы найти целое, части нужно сложить К числу 230 прибавить 355 Получим 585 деревьев всего Запишем решение выражением К 230 прибавить сумму чисел 230 и 125 Получили 585 деревьев Ответ 585 деревьев всего растет в парке Урок подошел к концу До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова